По новой схеме малообеспеченным пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума, а соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Расскажем подробнее. За преданность родному региону стартовал прием заявлений на выплату единовременной компенсации ко дню образования Ненинского округа. Кто именно претендует на финансовую помощь и как ее получить? Теперь не только в городе, но и в любом труднодоступном поселении в регион пришел федеральный оператор высокоскоростного спутникового интернета. Как стать абонентом и сколько придется платить? Подготовка кадров со школьной скамьи. В одной из школ Нарейнмара появился профильный класс для будущих врачей. Его откроют в рамках соглашения между Ненинским округом и Северным государственным медицинским университетом. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Госдума приняла в первом чтении внесенные правительством России законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверхпрожиточного минимума. Законопроект подготовлен во исполнении послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и призван устранить социальную несправедливость в обществе по отношению к пожилым гражданам. В Ненинском округе доплаты сверхпрожиточного минимума коснутся почти полторы тысячи пенсионеров. Размер доплат малообеспеченным неработающим гражданам на пенсии также будет различаться по субъектам федерации. После окончательного принятия закона и вступления его в силу все социальные доплаты будут начисляться от суммы регионального прожиточного минимума пенсионера. Как рассказал заместитель председателя собрания депутатов Ненинского округа Максим Арбузов, по расчетам окружных финансистов для выполнения нового закона дополнительная потребность бюджета в этом году составит немногим более 14 миллионов рублей. Вице-спикер собрания сказал также, что ранее проект федерального закона о доплатах к социальной пенсии малообеспеченным пенсионерам сверхпрожиточного минимума обсуждался в фракции «Единая Россия» и получил положительную оценку, а затем был поддержан на последней сессии собрания депутатов округа. Другим темам до 15 июля жители региона могут подать заявление на выплату ко дню образования округа. Речь идет о единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей. В 2019 выплата приврочена к 90-летию округа. Получить выплату могут граждане, постоянно проживающие на территории Ненинского округа, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, имеющие звание ветеран труда, либо же ветеран труда Ненинского округа, присвоенные до 15 июля текущего года включительно. Для назначения выплаты необходимо предоставить паспорт и удостоверение о звании, заявление на еще одну меру поддержки. Единовременную компенсационную выплату ко дню пожилого человека, который отмечается ежегодно 1 октября, принимается до 31 декабря. Выплату также в размере 5000 рублей получают жители Ненинского округа в возрасте до 70 лет. Это женщины старше 55 и мужчины старше 60. Единовременная компенсационная выплата для пожилых людей старше 70 составляет 16640 рублей, Главное условие для назначения данной выплаты – проживание в округе и наличие трудового стажа на его территории не менее 15 лет. Для ее получения необходимо предоставить паспорт и трудовую книжку. Как пояснили в отделении социальной защиты населения, независимо от возраста, подавать документы для получения этой выплаты необходимо ежегодно. В Центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы» и тем временем для населения округа организована горячая линия по вопросам перехода на цифровое ТВ. Напомню, аналоговое эфирное телевещание будет прекращено на территории Ненинского округа в июне 2019 года. Просмотр бесплатных общероссийских телеканалов станет возможным только в цифровом телевизионном вещании. Так, жители Ненинского округа могут получить информацию о возможности просмотра общероссийских телеканалов при отсутствии цифрового наземного эфирного вещания, приобретении необходимого оборудования и консультации по ее настройке по телефону. 2.19.10 отдельные категории жителей округа могут получить бесплатное оборудование для приема цифрового эфирного общероссийского телевидения. Для этого им необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения по личному заявлению с предоставлением необходимого пакета документов или через офис «Мои документы». Право на бесплатное получение приставок имеют жители округа с доходом ниже величины прожиточного минимума, который установлен в регионе на четвертый квартал прошлого года. Он установлен в размере 20 297 рублей. Высокоскоростной спутниковый интернет теперь доступен жителям Ненецкого округа. Федеральный оператор спутниковой связи РТКОМ официально представила в окружной столице торговую марку «Сенсат», разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса, на каких бы удаленных территориях они ни находились. О планах оператора по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей журналистам и блогерам Ненецкого округа рассказали в ходе пресс-конференции. Подробности прямо сейчас. Компания РТКОМ объявляет официальный старт продаж и подключений высокоскоростного спутникового интернета «Сенсат» на территории Ненецкого автономного округа. Целевая аудитория «Сенсат» – собственники жилья в загородной и пригородной зонах, там, где нет развитой оптической инфраструктуры. В нашем регионе потенциальными клиентами компании могут стать жители отдаленных сел, в которых доступ в интернет еще вчера оказался за гранью возможного. В окружной столице одним из первых к высокоскоростному спутниковому интернету «Сенсат» подключился житель микрорайона «Захребетный» Игорь Макарин. Оптика до меня не дошла. Мобильная связь у нас слабая. Решил сделать все выбор на спутниковом интернете, так как стабильная скорость хорошая. Доволен. Все хорошо, без перебоев. На территории Ненецкого округа услуги подключения к высокоскоростному спутниковому интернету осуществляет официальный дилер «Сенсат» – территория связи. Директор компании Сергей Воробьев рассказал о том, как стать пользователем услуги. Нужно сделать три простых шага – позвонить по федеральному номеру или оставить заявку на сайте sansat.ru. После этого с новым абонентом свяжется сотрудник и уточнит потребности абонента. После этого заявка приходит к нам, и мы организовываем подключение. Широкая линейка тарифов и выгодные условия подключения удовлетворят потребности любых категорий пользователей интернета. Стоимость оборудования у нас начинается от 29 990 рублей. Тарифные планы у нас доступны как для юридических, так и для физических лиц. Линейка тарифных планов у нас начинается от 670 рублей. Подключить скоростной спутниковый интернет у себя дома может любой желающий. Для этого понадобится мобильное приложение и небольшой набор инструментов. Узнать подробности о тарифных планах и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от sansat можно на сайте www.sensat.ru. Ирина Никешина, Иван Кутейников, Леонид Шишелов, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». В Наринмаре на базе 4-й городской школы открывается профильный класс для будущих врачей. Это стало возможным благодаря подписанному в конце прошлого года соглашению о сотрудничестве между Северным государственным медицинским университетом и администрацией Ниньского округа. Стороны намерены сотрудничать в сфере науки, доузовской подготовки, высшего и среднего образования, а также непрерывного медицинского образования. Создание класса естественных наук является первым шагом сотрудничества. Девятиклассница Карина планирует выучиться на психолога. А теперь, по окончании девятого класса, ей предстоит учеба в профильном медицинском классе. Карина уверена, в выборе и трудности ее не пугают. Я хочу уйти 10-й, 11-й, в 4-ю школу, а потом уехать в Питер, в институт. Там очень сложно, очень большая нагрузка, нужно много терпения, нервов, но почему бы не попробовать? Еще одна выпускница девятого класса, Александра, намерена пройти обучение в медицинском профильном классе. Девушка всерьез задумалась о довузовском образовании за пределами округа, но возможности не было. Сейчас, если откроется медицинский класс, то это будет очень большой плюс, потому что я смогу выучиться, получить медицинское образование хорошее и поступить в хороший институт. И быть хорошим врачом, это будет прекрасно, потому что я смогу осуществить свою мечту. Профильный класс для будущих медиков не новинка. В свое время подобная профориентационная работа уже проводилась в округе. Планируется, что медицинский класс откроется на базе четвертой школы. В новый класс, это медицинский класс, где будет обязательно медицинская подготовка, латинский язык, медицинский английский, будет на другом уровне преподаваться биология и химия, потому что главное, это не просто поступить в наш вуз. Наша задача, что ребята поступили, могли закончить и вернуться специалистами в свой родной город Наринмар. По словам Марины Меньшиковой, в городе есть все возможности для полноценной подготовки будущих врачей. Заниматься узкопрофильными предметами, такими как латинский и медицинская практика, с ними будут преподаватели социально-гуманитарного колледжа отделения «Сестринское дело». База хорошая, потому что мы уже работали с этой школой, преподаватели биологии и химии высшей квалификации, поэтому они смогут по нашим программам, с нашими пособиями перейти с ребятами на совсем другой уровень. Кроме того, в мае этого года проект совместного научно-образовательного центра Архангельской области Ненецкого округа будет представлен президенту России. Базовой площадкой для его создания выступит Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ярмарка учебных мест прошла сегодня в Нренмаре, во Дворце культуры Арктика. Свои вакансии для студентов и выпускников в школу представили образовательные организации региона, вузы и некоторые предприятия. Информацию о будущей работе можно было получить из первых уст и даже попробовать себя в профессиональном мастерстве. О том, как все прошло, узнаете из следующего сюжета. Инна Валей – будущий повар. Она студентка второго курса Ненецкого аграрно-экономического техникума. Сегодня на ярмарке учебных мест Инна вместе с одногруппницей дает мастер-класс по приготовлению блинов. Во-первых, нужно аккуратно разливать тесто, чтобы его не разлить и не пролить. Вот у нас тут глиница немножко нагревает, и тесто блюдает вперед. Видите, нам Бог прямо блюдает, и нужно за этим следить. На ярмарке техникум представляют самые востребованные в округе специальности. Нехватки абитуриентов нет, а выпускники всегда находят трудоустройство. На следующий год мы будем вести набор на технологов хлебобулочных и макаронных изделий. Сегодня у нас студенты второго курса пекут блины. Профессия в округе очень востребована. Специалистов даже приглашают из других регионов, потому что идет нехватка специалистов в нашем регионе. Такое погружение в будущую профессию полезно, считают специалисты. Помимо этого, здесь проводятся различные мастер-классы. То есть это в основном проводят мастер-классы наши, среднеобразовательные профессиональные учреждения. Нинецкий аграрно-кономический техникум показывает мастер-класс по направлению повар-пекарь и ветеринарное искусство. Нинецкое профессиональное училище показывает мастер-класс тоже повар-кондитер. И помимо этого на улице у них размещены два автотранспортных средства. Это трекол и автомобиль ВАЗ, где каждый желающий может ознакомиться с данным автотранспортом и попробовать себя в качестве начинающего автомеханика, автослесаря. Помимо профориентированных учебных заведений, на ярмарке представлены три вуза. Потенциальные студенты здесь могут получить консультацию, узнать нюансы поступления. Кроме того, свои вакансии представляют организации. Например, авиаотряд, поисково-спасательная служба, военный комиссариат. Профессия спасатель, которая включает в себя много дополнительных специальностей. Это и водолазы, и высотно-десантные работы, и работы на высоте. Здесь мы объясняем студентам, что необходимо знать, уметь, и какие дополнительные специальности нужны для того, чтобы прийти к нам на службу. Выпускник пятой школы Данил мечтает о небе. На этой ярмарке он смог получить подробную консультацию представителей Нарьинмарского авиаотряда. Учеба предстоит сложная. Я хочу стать будущим пилотом, и я подходил к стойке, там, где рассказывают об этом, и узнал о некоторых учебных заведениях, в которых мне поучиться можно. Ярмарка учебных мест – ежегодное мероприятие для школьников и студентов. Благодаря такой профориентационной работе большинство из них получают возможность определиться с выбором. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Отдохнуть в лагерях дневного пребывания смогут более 1700 окружных детей. Работа при школьных площадках на базе образовательных организаций планируется более чем для 1000 городских и 610 сельских школьников. В наиболее отдаленных районах округа с детьми будет вести работу окружной. Педагогический отряд, сформированный из студентов-профильников. Площадки начнут работу на базе государственных учреждений с начала июня. Смена продлится 21 день в пятидневном режиме с двухразовым питанием. Часть летних площадок будут тематическими. Так, спортшкола «Труд» будет заниматься с фигуристами и хоккеистами. Первая школа наберет два отряда музыкально-художественного направления. Четвертая школа – филологического. Также на базе коррекционной школы организуют площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. А на некоторых площадках будут вести работу трудовые отряды. Первую часть дня дети будут заняты в рамках летней кампании трудоустройства подростков. Вторую часть дня займет досуговая программа. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта, на настоящее время руководителями образовательных организаций прорабатывается вопрос по поиску организаций работодателей. Финансирование летних лагерей с дневным пребыванием будет осуществляться за счет средств окружного бюджета. На эти цели выделено порядка 19 миллионов рублей. И в завершении выпуска выставку уникальных кукол ручной работ открылась в социально-гуманитарном колледже. Мероприятие проходит в рамках недели «Эстетикем» среди экспонатов работы студентов специальности дизайн и работников колледжа. Ежедневные экскурсии для желающих по выставке проводят студенты и преподаватели учебного заведения. На одной из них побывал наш корреспондент. Куклы, представленные на выставке, сделаны руками студентов-дизайнеров. В среднем на изготовление такого экспоната уходит около двух недель. Порча, красивый рипсовый платок, теплый платок сверху, потому что она одета в теплую шубку, в старинную шубку, сделанную из старого материала, из плюша старого. И, конечно, богатая, одета в праздничный усть-силемский костюм. Старинные материи, с которых шиты костюмы из-за кромов студентов. А, например, раритетный плюш – списанная накидка, закрывавшая некогда рояль в колледже. Надо подобрать материал, надо какой-то образ создать, с чем будет эта кукла. А еще есть, еще надо и валеночки, например, сделать. Валеночки-то я ведь не просто так взял и купил, они сами их делают. Вот этот каждый валеночек, надо вот скатать его. Значит, образ вот такого молодого парня, который сходил, вот такой вот топорик еще надо сделать. Тканевые куклы, игрушки из фомирана, вязаные и чердачные. Среди экспонатов есть работы, сделанные и преподавателями колледжа. Директор СГК Галина Назарова в свободное от работы время творит настоящие чудеса в технике фом-арт. Я очень увлекаюсь ею, это материал, пластичная замша. Но меня интересуют, конечно, этнические мотивы, и поэтому вот эта работа, как бы, характеризует нашего, моего земляка. Вот в старые времена, когда охотник ходил на нерпу, добывал нерпу и вот таким образом тащил ее в селение. Семиклассница Вероника Карпова пришла на выставку в мире эстетики вместе со своим классом. Говорит, раньше увлекалась рукоделием, сейчас не хватает времени. Но работы, представленные здесь, вдохновляют на творчество. Мне очень понравилось, потому что достаточно было интересно наблюдать и, в принципе, слушать. Были очень красивые работы, которые нам показали. Мы много услышали полезной информации. Может, кто-то даже определился с своей новой профессией. Так сказать, не новой, а будущей. Ну, как минимум, одна девочка уже заинтересовалась. Действительно, одна из задач этих экскурсий – профессиональная ориентация. В колледже обучаются студенты сразу по нескольким творческим специальностям. Посетительница выставки Лиза Нагатысая планирует стать дизайнером. Ну, мне очень понравилось, потому что я тоже люблю рисовать и шить. Мне очень нравится творчество, потому что это очень интересно. И когда дома скучно, можно просто посидеть что-нибудь, пошить, повышивать. Это занимает мало времени, но очень интересно. Кроме того, в выставочном зале колледжа представлены художественные работы будущих педагогов и студентов, специализирующихся на графическом дизайне. Ольга Руссул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.